Оборудование в нашей компании. Сегодня попытаюсь рассказать, как мы подходим... Начал слайд с того, что мы любим молоко. Я лично точно люблю молоко, молочные продукты, по мне видно. И хотим рассказать, чем мы собираемся помогать вам. Думаю, никто не будет спорить, что успешное молочное животноводство будет состоять из нескольких компонентов. Я выделил такие, как кормление, комфорт на содержание животных, генетика, конечно же, оборудование, управление. Сюда наверняка можно добавить еще много чего, не все учен, и у каждого будет этот список отличаться. Но я уверен, что это должно работать все вместе. И этим нужно управлять как одним целым. И по отдельности, которую часть я назвал, управление. Если бы животные умели говорить, наверное, было бы все просто. Мы бы просто зашли в стадо, посмотрели бы и знали, что там дальше делать. Но, к сожалению, этого нет. Поэтому приходится использовать программы. На сегодняшний день мы предлагаем программу Дельпро, которая собирает все данные с доильной установки. И потом помогает нам их анализировать, принимать какие-то решения. Кстати, на кормлении мы можем начать участвовать уже на стадии составления рационов, контроля этого процесса, конечно, при закладке кормов, раздаче их, ну и контроля загрузки уже до готовых кормов, кормораздачек и выдачу их на кормовой стол. Все, что касается комфортного содержания животных, у нас есть. Есть инструменты для генетики, да, такой как Хёрд-навигатор, который помогает нам эффективно заниматься воспроизводством, и не только. Это экспресс-анализатор гормональной молока, который каждый дольку собирает определенные порции молока, анализирует их на состав определенных гормонов, и выдает нам не только цифры, да, но и рекомендации, что с каждым животным нужно делать. Эти рекомендации мы составляем вместе с сотрудниками вашей фермы. Готовы работать, в принципе, с любым поголовьем, от 10 до 50 тысяч коров, такие фермы в мире есть у компании «Доловаль». Ко всему, ну, есть оборудование, как самое простое, да, и привязные фермы не стоит упускать, есть очень много примеров с нашим оборудованием на привязи, и которое по-прежнему можно и компьютеризировать, и все свести в программу управления, и система содержания на привязи ни в коем случае не является каким-то ограничением в достижении успеха. Ну, конечно же, стационарные залы, карусельные, ну, и роботы, мы им гордимся, в том году вышел наш новый робот V300, который на сегодняшний день может доить от 80 голов. Есть примеры, в Береге он нам каждый день присылает рассылку, 92 головы стоит на одном роботе, и дует там по 40 литров на голову. Если кому интересно, можем организовать туда поездку, это уже не миф, это реальная практика. Ну, все оборудование, касающееся фермы, есть, к этому мы пришли не сегодня, компания «Далаваль» более 130 лет, очень много патентов, которые запатентованы именно нами и разработаны на протяжении всего этого периода. Мы сейчас работаем в более чем 100 странах, 7 центров разработки, в 19 странах есть наше производство, это 34 завода, 4,5 тысячи человек работает во всем мире. Мы «Молочный выбор» закрываем территории Краснодарского края, Ростовской области, и теперь еще и Республики и Крым. На всех стадиях, мы сегодня говорили, с чего начинаем. То есть, начиная вот с идеи, планирования, потом проектирования, поставки, монтаж, и самое важное, сопровождение, сервис. То есть, есть свой штат консультантов, которые во всех сферах фермы могут помочь, ну и чтобы не быть газословным. Ну и сегодня все, у кого есть сегодня животноводство, предлагаем бесплатный аудит фермы для начала. То есть, наш специалист готов приехать и провести рабочий день у нас, чтобы дать какие-то стартовые сайты. Ну и большое спасибо, что пригласили. Большое спасибо Виктору Николаевичу, что побывал наконец-то на вашей ферме, все никак не мог доехать. Мне очень приятно увидеть, да, как это чистое поле превратилось в хорошую, достойную ферму. Спасибо нашим компаньонам, которые, ну, конкурентам, я не хочу так называть, которые позволяют нам быть все время лучше. Большое спасибо. Большое, большое, большое. Да, да. Есть вопрос к Максиму Олеговичу? Нет? Ясно. Хорошо, спасибо. Спасибо.